Инна Панфилова за звукорежиссерским пультом. Иван Сягин, здравствуйте. Поговорим о борьбе с курением. Как запреты информационная кампания о вреде курения влияют на ситуацию в стране. Еще раз напомним, чем опасно табакокурение и какое наказание грозит за нарушение антитабачного закона. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 200, ровно 2519. Звоните, задавайте вопросы, участвуйте в разговоре. Также можно писать сообщение на наш WhatsApp. Номер очень простой 938 165 100 и 7. Так же как наша радиостанция в Ростове 100 и 7. Частота. Нас можно не только слушать, а также видеть на сайте don24.ru. Там запущена прямая трансляция. Итак, я представляю наших гостей. Это председатель комитета законодательного собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина. Добрый день. Старший инспектор отдела организации применения административного законодательства, майор полиции ГУНВД по Ростовской области Татьяна Лупанова. Добрый день. Врач-терапевт здоровья поликлиники номер 10 Ростов Елена Толтаева. Добрый день. И преподаватель дополнительного образования лицея 11 Валерия Павловна Дружинина. Добрый день. А также организатор массовых забегов в Ростове Дмитрий Владимиров. Добрый день. Здравствуйте, гости. 16 ноября, Международный день отказа от курения, мы тоже к нему приобщимся, поговорим на такую важную тему, напомним о том, что курение это вредно не только для здоровья самого курильщика, а также для окружающих. И напомним, в каких местах курить не просто вредно для здоровья, но и для кошелька предусмотрены штрафы. Предлагаю начать с общей ситуации. Что вы наблюдаете, меняется ли ситуация, как меняется количество курильщиков, и каждый выскажет свою точку зрения, поскольку у нас сегодня представители разных сфер. Екатерина Петровна Стенякина, председатель комитета законодательного собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму. Что вы наблюдаете? Вы знаете, я, наверное, наблюдаю историю с запретом, с ограничением курения очень давно, еще со времен школы. Вот когда я ходила в школу, сигареты были везде. Мало того, что недалеко от школы сигареты продавали поштучно. Можно было купить за какие-то копейки, у школьников не было денег, но за копейки можно было купить одну-две сигареты. Не было ограничений на расстояние от учебного заведения на продажу сигарет. Они лежали на витринах в первом ряду, и ты заходишь, ты только потом видишь конфеты, а первое, что ты видишь, это просто разнообразные пачки, яркие сигареты. Естественно, в подсознании понималось, что их можно купить, их можно купить здесь, сейчас, и вообще на самом деле недорого. Курили везде, на остановках, даже зайдя в какое-то кафе с ребенком поесть мороженое, ты мог сидеть рядом со соседним столом, и там сидела компания, которые курили, и нельзя было сделать замечание, не надо этого делать. Законом было не запрещено. И выходя из такого заведения, ты весь пах сигаретами, и что самое ужасное, ты являлся пассивным курильщиком, и вдыхал этот никотин, и все смолы, и даже маленькие дети, не желая этого, точно так же становились курильщиками. Что происходит сейчас? Заходя в любой магазин, вы не видите пачки сигарет. Они все закрыты, они все спрятаны, и слава богу, мы их не видим. У нас есть очень жесткие ограничения на курение вблизи учебных заведений, спортивных заведений, учреждений культуры, в заведениях общественного питания. Курить нельзя. Нельзя курить на улицах. Да, когда принимался этот федеральный закон, когда принимались ограничения, огромное количество было публикаций, что нарушаются права человека. А как же права курильщиков? Вы нас во всем ограничиваете. Ну извините, а как же мои права здорового человека? Почему я должна страдать, и почему мое здоровье должно страдать, когда кто-то травит себя? И вот с развитием массового спорта, забегов, о которых отдельно скажет Дмитрий, велоспорта, курение становится немодным, и курение становится непопулярным. И я знала огромное количество, в том числе и своих коллег, депутатов законодательного собрания, которые бросили курить, и на самом деле, мне кажется, дышат сейчас свободнее и радостнее. Но в конце концов, для любой девушки курение – это добровольное расставание со своей красотой, со своей молодостью. Поэтому я откровенно не понимаю молодых барышей, мам, которые себя насильно травят. Это такая общая ситуация, направление понятно, и очень здорово, что вы это наблюдаете. Интересно, что скажут представители здравоохранения, наверное, поделятся не только ситуацией в целом, но и цифрами, что вы знаете, какая ситуация сегодня в нашей области. Как много курильщиков, возможно, и кто это – мужчины, женщины, молодежь. Уже несколько лет в России занимают лидирующие позиции по потреблению сигарет во всем мире. Согласно последним социологическим вопросам, примерно 60% мужчин в России курят. У женщин этот процент существенно ниже – около 13%. При этом можно отметить, что это самые низкие показатели в России за последние 6-7 лет. К примеру, в предыдущие годы показатели достигали 65-70% среди мужчин и 30-35% среди женщин. Больше 20% ныне курящих начали употреблять табачные изделия в раннем подростковом возрасте, в возрасте 14-15 лет. Сейчас курильщиками становятся дети и от 8 лет. Среди подростков от 14 до 18 лет курящими является более 40% мальчиков, и процент курящих девочек составляет 7%. В большинстве случаев появление этой пагубной привычки провоцируют сами родители. Однако около 90% курящих родителей признались, что они никак не скрывают свою привязанность к табаку от детей и даже позволяют себе курить при них. Вот такая статистика на сегодняшний день. У нас в студии также представитель образования Валерия Павловна Дружинина, лицей номер 11. Валерия Павловна, вы общаетесь с молодежью непосредственно и тоже можете поделиться своими наблюдениями? Да, я могу поделиться своими наблюдениями. В нашем лицее дети практически не курят. Да, где-то, может быть, тихонечко попробовал кто-то. Но на самом деле в нашем лицее пропагандируется здоровый образ жизни. Дети видят, что не курят преподаватели. Дети видят, что это запрещено. И мы профилактируем это пагубное явление. Мы за здоровый образ жизни. Мы организовали волонтерское движение. И рассказываем всем о том, что лучше иметь здоровые привычки, здоровый образ жизни, чем такие пагубные привычки, которые ведут к заболеваниям. Все наши дети знают о том, что от курения появляются заболевания легких, бронхов, рак. И стараемся не допускать этого. Через несколько минут после рекламы Дмитрий расскажет о том, что наблюдает он. Он общается с людьми постарше. Это мужчины, это женщины, которые приходят заниматься спортом. Но это после рекламы. 17 ноября. 28 лет назад. Родилась Оксана Мирошниченко. Но это не важно. А важно то, что... 17 ноября в поселке Орловске во дворце культуры состоится творческая встреча коллектива «Ранние пташки» с радиослушателями поселка Орловске и всего Орловского района. Но я думаю, что и там же мы отметим день рождения звезды нашего эфира Оксаны Мирошниченко. Да ладно! Орловский район, ждите «Раннюю пташку». Мы к вам едем. Мы знаем, что происходит в Ростовской области. Мы там, где новости. Все уже обсуждают на don24.ru Категория 12+. Донские кулибины. О новых разработках ученых Ростовской области и о том, как они могут повлиять на жизнь нашей планеты. Слушайте в программе «Донские кулибины» по средам в 9.50 на «ФМ на Дону». Категория 12+. Спортивная программа. Спортсмены, тренеры и спортивные эксперты. Теперь в четверг в 18 часов на «ФМ на Дону». Категория 12+. Пишите песни? Хотите, чтобы их услышала вся Ростовская область? Звоните нам по телефону 200 ровно 2519. Или оставляйте заявки на участие в ВКонтакте в группе «Наши» в эфире. Встречаемся по вторникам. 14.00. Категория 12+. Драмы больше нет, нет больше трампы. Время на душе, время на душе легче трампы. «ФМ на Дону». Не скучай, не говори мне лишних слов. Просто ты со мною так пиши. «ФМ на Дону». Так чего ты ждешь, целуй меня? Смелись, пока я здесь, но еще я не твоя. «ФМ на Дону». Между нами любовь, между нами любовь, между нами любовь, вот такая, вот такая любовь. Большой информационный час продолжается у микрофона Инна Панфилова за звукорежиссерским пультом Иван Сягин. Мы говорим о вреде курения, как запреты информационная кампания влияют на ситуацию в Ростовской области и ситуацию в России. В целом, телефон прямого эфира 200, ровно 2519. И можете звонить на наш WhatsApp, номер 938-165-107. Дмитрий, вы занимаетесь организацией забегов. В ваших рядах, я думаю, курильщиков, наверное, меньше. Ну, если же не меньше, то, наверное, ситуация совсем другая, правильно? Расскажите, что вы наблюдаете? Ну, если рассказывать про именно забеги, то с ними, с участниками забегов мы, конечно, меньше контактируем. А если говорить о участниках наших школ, школ бега, плавания и триатлона, то мы наблюдаем статистику, что люди взрослые, осознанно пришедшие к тому, что они хотят заниматься спортом, но их прошлое такое вовлечение к курению, да, мешает им это сделать. И они, включаясь в процесс тренировочный, постепенно сами понимают, что нужно себя отводить от этого, от этой плохой привычки. И в связи с тем, что у нас, будем говорить сейчас, модно уже, можно смело сказать, модно заниматься спортом, модно заниматься, участвовать в каких-либо любительских стартах, айронмен, айронстар и так далее, так далее. Вот, люди приходят к тому, что всё, ну как бы, я завязываю с этим, у меня другой образ жизни, потому что на тренировку я прийти не смогу после, или во время тренировки не смогу. И это улучшается у них результаты, их любительские. И они видят это, что они в своём возрасте, в 30-40 лет могут, и это круто. И, во-первых, ну, здесь наверняка ещё сталкивается, это вот моё наблюдение, люди хотят бросить курить, но не знают как. Различные у них способы, они там что-то клеят себе и так далее, и так далее. Но, в первую очередь, если человек себе не задаст задачу здесь, если он просто об этом говорит, то он не достигнет этого. Самое главное, чтобы он поставил себе задачу в голове, ясную, которую он понимает, за чего ему это надо. Если он понимает, что если он бросит курить, он заведёт семью, родит ребёнка. Если он бросит курить и станет любителем, который сможет пробежать марафон, то если он сможет бросить курить и заведёт много других знакомых, которые, в принципе, не смотрят на эту жизнь и изменят свой образ жизни, то это просто другая жизнь, это другое удовольствие от того, что ты живёшь. Прекрасная установка, и с этой установкой действительно, наверное, тем, кто нас слушает, сегодня будет проще прийти к правильному решению, бросить курить. И тем не менее, 42% подростков курят. Это самая уязвимая категория населения. Я так считаю. Знают ли они, они знают, что курение вредно, но всё же это делают. Давайте поговорим, почему они это делают. У нас на связи 17-летняя девушка, у которой есть такая вредная привычка. Давайте её послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Сорвался звонок. Сейчас мы её ещё раз наберём и позже с ней свяжемся. Мы говорим также сегодня о законе, который был принят в 2013 году. Прошло 4 года. Вот ситуация, которую мы имеем. Каждый сказал о том, что есть улучшение в лучшую сторону. И я знаю, что у Валерии Павловны тоже есть о чём рассказать. Как закон, который был принят в 2013 году, повлиял на ситуацию, и что именно изменилось, что вы наблюдали? Мы очень часто с детьми обсуждаем этот вопрос, и они сомневаются в том, что этот закон работает. Но на самом деле он работает. В Москве на 16% уменьшилось количество продаваемых сигарет и уменьшилось количество курящих людей. И это очень-очень хорошо, это здорово. Потому что экономически курить становится невыгодно. Человек тратит деньги на сигареты. Работодатели вынуждены выделять места для курения. Это не нужно. Можно взять здорового человека, который будет очень-очень хорошо работать. Все курильщики не очень активны в том плане, что мозговая деятельность их уменьшается. Шахматист Алёхин писал, что деятельность мозга, если ты куришь, не так активна, как тебе нужна. И он сказал, что я выиграл матч только тогда, когда расстался с этой погодной привычкой. Я думала, что не нужно заводить эту привычку, нужно растить здоровые привычки, здоровый образ жизни нам нужен. Екатерина Петровна, также были ограничения в продаже сигарет. Как эти ограничения повлияли на ситуацию? Есть ли информация? Да, вы знаете, если раньше мы проводили рейды, очень часто мониторинги, брали несовершеннолетних ребят, пускали их в магазин и покупали сигареты. И, наверное, в двух случаях из трех нам продавали сигареты, наши малыша, мы, естественно, приходили вместе с сотрудниками полиции, штрафовали продавцов. Сейчас это единицы. Если вы посмотрите на торговые центры, а, слава богу, продавать в маленьких павильончиках, в ларьках, табак сейчас запрещено, мы приходим в торговый центр и видим, что все кассы оборудованы видеокамерами. То есть торговым центрам и супермаркетам дешевле повесить видеокамеру и следить, как ведут себя их продавцы, насколько они соблюдают закон, чем платить штрафы за продажу табака несовершеннолетним. Конечно же, здесь ситуация за последние 10 лет изменилась в разы. Появилась ответственность за эти поступки. У нас в студии старший инспектор отдела организации применения административного законодательства, майор полиции ГУМВД по Ростовской области Татьяна Лупановна. Продолжаем тему ответственности за такие поступки. Где курить запрещено? Какое наказание предусмотрено? Расскажите, пожалуйста. Принцип правового государства гласит, что гражданину разрешено все, кроме того, что прямо запрещено законом. И, следовательно, курить можно там, где это не запрещено. И чтобы избежать административной ответственности за курение в запрещенных местах, курящим людям следует помнить точный перечень мест, где курить запрещено. И максимум придерживается. Это определено статьей 12 Федерального закона 15-го. Места, которые запрещены на отдельных территориях и на объектах. Прежде всего, это детские учреждения, спортивные, детские площадки. Также у нас помещения социальных служб на рабочих местах, рабочих зонах, лифтах, помещениях, на улицах, вернее, там, где определено. За это предусмотрена ответственность. Больше всего то, что закон работает, говорит статистика. Сотрудниками полиции ГУМВД России по Ростовской области, если сравнивать с статистикой прошлого года, было составлено по статье 624, это курение в общественных местах, на 4600 административных протоколов задокументировано меньше. Что говорит, что и курящих стало меньше, и закон работает. Ну, если проанализировать, из тех, кто был наказан, как правило, кого чаще наказывают? В основном это граждане. Это статья 624, более 8 тысяч правонарушений было задокументировано в этом году. И 12 тысяч в том. Спасибо. То есть на 32% меньше. У нас на связи наша дама, которая расскажет, почему она курит. Это 17 лет ей. Здравствуйте, вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не знаю, слышали ли вы, о чем мы говорим или нет, говорим сегодня о курении. Почему курят сегодня наши молодежь? Хотелось бы вас послушать. У вас есть такая привычка, да, насколько я знаю. Расскажите, как давно вы злоупотребляете ей, и как относятся к этому близкие? Ну, курю я примерно полтора года. Мои близкие, они, в принципе, против этого, но они понимают, что если они будут чего-то запрещать, то я как бы захочу этого еще сильнее. То есть я захочу перебороть этот запрет и захочу еще больше курить. Поэтому они это упрекают, но при этом они понимают, что, как бы, в принципе, если они будут это запрещать, то они ничего, ну, как бы, ничего хорошего мне не принесут. А вы знаете, что это вредно? Да, конечно. Вот не доставляет ли это вам неудобств, в первую очередь? Во-первых, курить дорого, а во-вторых, на это нужно время, затем запах, от которого нужно избавляться, и, допустим, ну, много разных факторов, на цвет зубов в том числе влияет курение. Как относятся к этому молодые люди, и как вы считаете, почему все же курят, несмотря на это? Ну, не знаю, я, наверное, не встречала такого прямо негативного отношения к себе из-за этой привычки. Но все-таки, ну, есть какие-то неудобства, да, о которых вы говорили, они мешают, и поэтому, ну, как-то... Иногда есть такие мысли, когда хочется бросить, и вот эти факторы на это влияют, но, наверное, нет такой сильной мотивации, чтобы по-настоящему бросить курить. А почему именно остальные, ну, как бы молодежь моего возраста курит? Ну, насколько я понимаю, многие просто, как бы, испытывают трудности в общении, и им легче как-то подойти, там, попросить сигарету и заговорить на какие-то общие темы, когда уже есть какая-то общая вот ситуация, то, что вы вместе курите. Вот, но я таких проблем не испытываю, но я замечаю это с другими людьми. Ну, а какая вам нужна мотивация, чтобы бросить все же курить? Наверное, ну, даже не знаю, наверное, это какая-то... Может быть, какое-то появление какого-то близкого человека, там, молодого даже, молодого человека, который, как бы, до которого захочется курить, или просто какая-то смена обстановки, и то же самое, как и в семье, так и просто в жизни, и что сделать так, чтобы курение не стало какой-то потребностью, и просто, ну, как-то исчезло само по себе. Можно вопрос задать? Да, конечно. Дмитрий, это я. Подскажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вам мотивация какой-то появления близкого человека, но до этого вы сказали, что молодые парни, я не видела негатива по этому поводу, потому что молодые парни подходили, стреляли в сигаретку, и как бы общая тема завладилась. Вот вы хотите себе молодого человека, будущего мужа, будущего отца ваших детей, который курит или который не курит, за здоровый образ жизни, который хочет здоровых детей, здоровую семью? Ну, скажите, пожалуйста. Ну, конечно, и мне кажется, что большинство девушек, хотя себе, молодого человека, который здоровый образ жизни, ну, во-первых, потому что это в будущем здоровая семья, ну, и, во-вторых, наверное, это нет сильного расхода в бюджете, то есть, как бы, это же еще очень сильный расход на сигареты и на все остальное, и поэтому намного и выгоднее иметь здорового мужчину, который ведет здоровый образ жизни, и просто приятнее, наверное, когда твой молодой человек занимается спортом и не курит, и, ну, как-то вот это более приятно, чем когда кто-то там курит и, ну, какие-то любые другие вредные привычки. Отлично, давайте теперь вместе с вами задумаемся. Вы сейчас в том кругу, который подходит к вам и стреляет у вас сигаретку, и вы в общие интересы. Если вы на минуточку просто абстрагируетесь от этой ситуации, и вы не будете курить, к вам не подойдет этот человек, который попросит у вас сигаретку, а к вам подойдет тот человек, который занимается спортом и скажет, а пошли вместе сходим в спортзал, в бассейн. Правильно? Правильно. Следовательно, скажите, будет ли для вас мотивация бросить курить, чтобы встретить здорового мужчину, который не употребляет сигареты? Ну, в принципе, да, это хорошая мотивация. Круто. Тогда мы сейчас в прямом эфире можем с вами договориться о том, что вы в ближайшее время бросаете курить на хор, и в Вилан встречается молодой человек, который занимается спортом. Ну... И вы идете в спортзал, и там у вас общие знакомые, которые занимаются спортом, где вы можете познакомиться с молодым человеком. Ну, в принципе, почему бы и нет. Супер. И теперь на те денежные средства, которые вы покупаете сигареты, вы покупаете себе абонемент в спортзал. Правильно? Правильно. Все, договорились. У меня вопросов нет. Вы умница. Спасибо вам большое за то, что вы с нами связались, за то, что вы рассказали свою историю. И вот такой маленький тренинг, я думаю, был для наших всех слушателей. Спасибо вам большое. Мы продолжим говорить. Вы услышали мнение. Это, наверное, такой образец, в принципе, образ определенной части тех 40% молодежи, которые сегодня все-таки злоупотребляют, курят. Что вы скажете, Екатерина Петровна? Ну, наша слушательница абсолютно права. К сожалению, для молодых ребят, для молодежи, сигареты – это как преодоление какого-то комплекса, какого-то барьера в общении. И ничего больше. Для других это возможность самоутвердиться, показать, что я взрослый, я самостоятельный, я готов бороться с ограничениями общества, которые мне выставляют. Но вот у меня другой вопрос. Девочке 17 лет, она курит, и ей не имеют права продавать сигареты. Кто ей покупает сигареты? Ее родители. То есть ее родители изначально идут на то, чтобы отравить свою дочь, и они не думают о ее будущих детях. Вот здесь, конечно же, у меня большой вопрос. И вы знаете, вот в ходе сегодняшней передачи я думала, ведь у нас на территории нашей огромной страны все заводы, которые производят табак, кроме одного – это все иностранные компании. Всего лишь одна компания – это российская. Все остальные – это иностранные компании. То есть, покупая сигареты, мы мало того, что подрываем здоровье своей нации, но и мы платим деньги западной компании, которые наживаются на наших вредных привычках. Поэтому минусов здесь гораздо больше, чем плюсов, и плюсы я на самом деле не вижу ни одного. Ну а то, что нашим молодым ребятам нужно создавать площадки, где они могут общаться, где они могут находить друзей, это могут быть спортивные мероприятия, это могут быть молодежные мероприятия, где они знакомятся не прося друг у друга сигарету, а реализуя какой-то совместный проект, совместное дело, или просто развлекаясь. Вот эта задача, конечно, органов власти первоочередная. Ну чем, наверное, и будут продолжать заниматься в этом направлении в том числе. Конечно. Год назад мы также за круглым столом общались на тему вейпов. Да. И это была большая проблема, и говорили о том, как мешают вот эти паровые облака, и как неприятно в них находиться. Мне показалось, что сегодня стало меньше их. Что вы скажете? Да, конечно, их стало меньше, и во многом это помогло в этом общественное порицание, и то, что общество начало торгать вот эти искусственно выдуманные химические какие-то элементы. Их стало, конечно, гораздо меньше, хотя запрета на самом деле пока еще нет. И мы его очень ждем. Министерство здравоохранения до сих пор разрабатывает изменения в концепцию охраны здоровья наших граждан. И я надеюсь, что до конца года Государственная дума примет ряд ограничений, которые будут касаться и вейпов, и в том числе кальянов, которые точно так же продаются, в том числе и в местах общественного питания. Потому что, на мой взгляд, я могу ошибаться, но мне кажется, что вейпы – это такой побочный продукт, который сгенерировали и продают те же самые продавцы табака и производители табачных изделий. Запрещено показывать сигареты? Мы сейчас будем показывать вот эти электронные средства для курения, в которых точно так же есть никотин. Употребляя маленькую дозу, человек переходит уже на полноценную сигарету. Я, конечно, тоже очень рада. И благодаря в том числе и радио ФМ «Надану» у нас тогда был очень резонансный эфир. Огромное количество средств массовой информации поддержали наше волнение по засилию вейпов на рынках. Конечно же, и люди начали возмущаться, и школьники задумались. И сейчас, может быть, я не вижу, подскажите мне, но количество школьников, которые ходят с этими маленькими трубочками, заметно сократилось. Валерия Павловна, что вы видите? Я вижу то, что нужно заниматься профилактикой и детям рассказывать, как отказываться от чего-то, что существует пять способов отказа. Нужно проводить работу с молодёжью. Молодёжь должна понимать, что репродуктивное здоровье молодёжи зависит от того, употребляют они табачные изделия или нет. Здоровье нации зависит от того, насколько мы сейчас сформируем привычки к здоровому образу жизни. Я думаю, что это нужно делать уже с детских садов, со школ. Ну и к старшим классам у молодёжи должно быть сформировано позитивное отношение к жизни, к спорту. И ни в коем случае мы не должны допускать того, чтобы наша молодёжь страдала вот этой вот вредной привычкой. Потому что это ведёт к тому, что количество здоровых детей, рождённых в нашей стране, будет катастрофически сокращаться. Табачное лобби забирает наше здоровье. Мы не должны допустить этого. Спасибо, Валерия Павловна. Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Наденьте наушники. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Можно вас слушать? Понятно, что нельзя курить в общественных местах. Скажите, пожалуйста, если я курю в своём собственном автомобиле, то полицейский может какой-то административный протокол составить или как-то меня привлечь за это? Спасибо. Большой вопрос к Татьяне Васильевне. Курить в автомобиле вы можете. За это не предусмотрена административная ответственность, так как это не является общественным местом. Это ваша частная собственность. Но, тем не менее, этого делать, наверное, не нужно. Да, конечно. На это могут пожаловаться окружающие? Могут, конечно. Нельзя курить в общественном транспорте. Особенно сейчас много у нас жалоб приходит на водителей автобусов, маршруток. Люди у нас фиксируют эти правонарушения на видео, на фотосъёмки и присылают нам для составления протоколов. Если, допустим, развивать ситуацию дальше, если водитель курил частного автомобиля и выбросил окурок свой, наверное, это уже будет нарушением. Нет окуроков. А если с ним в автомобиле едут пассажиры, он же таким образом наносит? Ну, это если общественный транспорт, да. Наверное, здесь очень… Сразу вопрос возникает, вот я езжу на такси, и приезжают водители с покойной машиной. Что мне в этот случай делать? Я просто не могу сесть, а если с ребенком, тем более. Такси это является, как общественный транспорт. Ну, здесь, знаете, есть такая компания, я хочу ее пиарить, вот, это самое, которая онлайн заказываешь машины, там частники как бы работают в этой онлайн-системе. Ну, они же работают в какой-то грузово-перевозках, занимаются, принадлежат какому-то ООО там. К сожалению, нет. Я вам, если что, после эфира расскажу. Нам нет. Ну, это будет вообще моя разговорка, и мы в этом обязательно разберутся. Здесь очень бы хотелось послушать врача-терапевта, она у нас в студии, врач-терапевт Центра здоровья поликлиники номер 10, Елена Толтаева. Елена Васильевна, расскажите, вред какой наносит курение? Конечно же, мы знаем, конечно же, мы об этом много говорим, и тем не менее, будет уместно напомнить. Конечно, вред курения для подростков катастрофически велик. Так как мы знаем, что табачный дым состоит из более чем 4 тысяч компонентов, а самые известные из них никотин, смолы и канцерогены, они оказывают пагубное действие на первым делом это состояние кожи. Кожа приобретает более дряблый, морщинистый вид, сероватый оттенок. Развивается кариес. Курение приводит к воспалительным заболеваниям органов дыхания. Чаще курильщики страдают бронхитопневонией. 90% людей, имеющих стаж курения более 5-7 лет, страдают хроническим бронхитом курильщика. Также курение приводит к онкологическим заболеваниям. И 90% случаев рака легких вызваны именно курением. Рак часто поражает как легкие, так и другие органы. Губы, гортань, пищевод, печень, почки, предстательное железо, прямую кишку, поджелудочную, щитовидные железы. Никотин оказывает токсическое действие на нервную систему. Это приводит к снижению всех видов чувствительности. Поэтому курильщики не так ярко чувствуют вкус и аромат. Наиболее часто, конечно, встречаются патологии со стороны желудочно-кишечного тракта. Это эрозивные гастриты, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки. У курильщиков риск развития инсультов, инфарктов увеличивается в 2 раза ввиду нарушения кровообращений. А также снижение кровотолка верхних и нижних конечностей. Образование террасклеротических бляшек приводит к облитерирующей эндортериоиду. Токсины табака влияют и на вымывание кальция из костей, тем самым приводят к остеоподрозу. Токсины табака влияют на ухудшение зрения. Ввиду снижения обмена веществ и ухудшения кровообращений происходит медленное рано заживление. Наиболее часто сталкиваются с проблемами в половой сфере. У мужчин это снижение потенции, у женщин это нарушение менструального цикла, повышается риск развития нематочной беременности, риск развития прерывания беременности, риск отслоения плаценты и бесплодия. На этом этапе можно поподробнее взять нашу героиню. 17 лет, мы, к сожалению, не узнали, сколько она по времени курит. Полтора года. Полтора года. Какой есть риск того, что, если не будем абстрагировать, что она не сможет иметь детей? Здесь первым делом, конечно, идет нарушение в половой сфере со стороны менструального цикла. Если наша героиня, соответственно, Арина, будет продолжать курить, то риск возрастает в плане последующих сбоев гормонального фона и развития, что может привести, конечно, к бесплодию. Вот здесь я бы хотел обратить внимание всех наших слушателей о том, что, друзья, мужчина, женщина, неважно, все мы хотим семью, все мы хотим продолжения рода. В первую очередь, это самая миссия всех нас. В первую очередь, мы должны задуматься о том, даже не о себе, о любимых, о том, какой мы принесем в этот мир плод нашего ребенка, какой он будет здоровый. Друзья, вот здесь нужно... Если вы себя, на себя, как бы, себя любимых, да, просто вот, ну, относитесь вот так вот, как бы, я привык, и все, отлично, я не брошу. Но подумайте о том, что будет с вашими детьми. Это очень важно. Ну, я просто, не просто так говорю, я, как бы, вижу эту всю картину. Я просто об этом мало говорю, об этом просто боятся говорить, не знаю. Говорят о вот этих всех медицинских терминах. Ладно, я вот как обычный не знающий медицинского образования, не понимаю этого. Здесь самое главное о том, что мы все хотим детей. Вот очень полезная информация, очень страшные слова, которые должны заставить задуматься каждого. У нас две минуты до конца эфира. Я предлагаю сказать два слова, какие сейчас мероприятия нужны для того, чтобы отвлечь внимание молодежи в тему здоровья, переключить. Екатерина Петровна. Ну, мне кажется, что самое главное отвлечение внимания от курения – это спорт. Это мода на спорт. Хорошо, что она сейчас стремится к пику. Это, конечно же, результат огромной работы всего нашего государства. Наши молодые ребята знают по именам наших спортсменов, наших олимпийских чемпионов, удающихся спортсменов, хотят быть на них похожими. Я не знаю ни одного спортсмена, который курит, слава богу. И желание молодых ребят сдавать нормы ГТО, участвовать в фестивалях ГТО, участвовать в многотысячных забегах, которые проходят не только в Ростове, но и в Новочеркасске, и в шахтах, в велозабегах. Это действительно демонстрирует желание быть здоровым. Невозможно пробежать даже 3 километра, если ты куришь. Ты остановишься после 500 метров. Поэтому спорт, друзья, будьте счастливыми, красивыми и спортивными. Мне кажется, больше ничего не надо. Я благодарю вас за полезную и интересную беседу. Напоминаю, что мы говорили о том, какая есть профилактика курения, какие меры принимают в нашей стране для уменьшения количества курящих людей. У микрофона была Инна Панфилова. Еще раз интервью можно услышать сегодня в 18.30. Субтитры сделал DimaTorzok